Итак, первым актом на посту президента Джо Байден потребовал установить социальное равенство. Вы спросите, что же такое социальное равенство? Ну, это когда наркоманы используют ваш газон в качестве отхожего места. Посмотрите это заседание правительственной комиссии города Коломазо, штат Мичиган. У нас очень агрессивные, неуравновешенные попрошайки. Они проявляют агрессию по отношению к владельцам предприятий. Они преследуют людей на парковках. И, знаете, людям приходится убирать их из поражения прямо у входа в их дом, в их предприятие. В ответ комиссар Коломазо Крис Продел заявил, что идеи равенства подразумевают свободу испражняться там, где приспичат. Один фактор, который многие люди не понимают, заключается в том, что судебно-ненаказуемый проступок оставляет след на всю жизнь, так же, как и уголовное преступление. Многие проступки навсегда заносятся в досье. Можно потерять возможность трудоустройства, доступ к образованию. Если человек пребывает в стране нелегально или даже легально, его могут депортировать. Я думаю, будет правильно, если мы действительно хотим создать более справедливое общество, чтобы у нас были законы, где наказание соответствует преступлению. Да. Надеемся, они испражняются на его газон прямо сейчас. Джейсон Ранс, ведущий радио-шоу в Сиэтле. Он поднимал эту тему, потому что живет недалеко от Портланда, штат Оригон. Джейсон, рад видеть вас сегодня. Да, рад вас видеть. Портланд живет в страхе, благодаря ориентированному на справедливость плану для бездомных, который поспособствовал всплеску наркоторговли на улице и воровству. Тротуары и газоны стали туалетом для бомжей, и повсюду появляются их палатки. По состоянию на 17 июля в городе насчитывалось по меньшей мере 668 лагерей бездомных. Жители подвергаются опасности, и это создает трудности для предпринимателей, хотя справедливости ради есть по крайней мере один бизнес, который процветает. Это бизнес бездомной женщины, взимающей с других бездомных по 200 долларов в месяц за проживание в лагере Оазис Грейс. Городская администрация бездействует. Откуда деньги за аренду? Владелец соседней парковки постоянно сталкивается с пропажей каталитических нейтрализаторов и взломом машин, догадаться несложно. И сейчас, когда этот кризис с каждым днем усугубляется, где же наш директор по делам бездомных Джефф Оливетт? Именно он должен прорабатывать пути выхода из этого кризиса. Его агентство выпустило буклеты по решению проблемы этих лагерей. Там говорится, что мы должны обеспечить бездомных бесплатным жильем или хотя бы приютами с низкими требованиями, что означает, что они смогут жить там бесплатно, продолжая при этом употреблять наркотики. Словом, вся их работа не принесла совершенно никакой пользы, хотя он мог бы создать музыкальный коллектив с автором песен Энтони Блинкеном, нашим госсекретарем. Оказывается, этот деятель еще и музыкант. Посмотрите. Препятствия на пути — это бомж без сознания с иглой в руке, спящий в украденном спальном мешке. Но спящий не у Джеффа дома. Я не увидел на фоне ни одного испражняющегося наркомана. Почему бы ему не позволить им жить у него? Я думаю, что справедливее всего было бы открыть его квартиру для бездомных. Пусть они творят, что хотят. Полностью согласен. С нами был Джейсон Ранс. К сожалению, только что пропал сигнал. Спасибо. Был рад вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин